С удовольствием отвечу на вопросы. Как вам удалось вывести бабочку более подробно? Кто вам передал кошелечек? Кто передал? Как она себя вела во время развития? Как она появилась на свет и сколько она еще проживет? Более подробно. Наш товарищ занимается проведением бабочек и он получает эти коконы из ферм, на которых выращивают этих бабочек. В Таиланде, например, существуют специальные фермы, на которых производят такие коконы. Эти коконы поступают в Украину и есть возможность их приобрести. Вот этот кокон был приобретен нами и для того, чтобы бабочка могла появиться на свет, мы ей немножко облегчили этот путь, вскрыв этот кокон и сделав небольшой надрез. Поскольку не всегда у бабочки хватает сил, чтобы самостоятельно выбраться из такого кокона. Кокон должен был быть подвешен на вот такой ниточке. В природе бабочка, бусинца сама сплетает эту ниточку, но поскольку мы уже поместили ее в искусственные условия, нам нужно эту ниточку было сделать самим. Мы поместили ее в емкость, можно сказать, инкубатор, террариум, в котором поддерживался высокий уровень влажности и температуры. Бабочка помещена вниз головой. Не бабочка, а куколка. Для того, чтобы она не выпадала, нам также пришлось немножко вот тут сузить отверстие, потому что оно оказалось слишком широким, мы его немножко подшили. И в течение недели мы наблюдали, что эта куколка остается живой. Это было видно, потому что она иногда шевелилась. Она своим хвостиком делала очень быстрое и характерное движение. И когда она уже готовилась появляться на свет, она немножко выдвинулась вперед. Мы уже знали, что вот плод, что она должна вылупиться. И когда она появлялась, она появляется очень некрасивая. Она появляется у нее крылышки с гармошечкой такой сложенной, скомканной, невзращенной. И в течение нескольких часов она расправляет эти крылышки, делая такие плавные движения. И эти крылышки как бы напитываются гемолимфой, кровью, и становятся красиво, расправляются, приобретают узор, характерный для этого игры. И после этого бабочка начинает свою деятельность, искать своего партнера. То есть основная задача этой бабочки – найти супруга. Самка выделяет феромон, и совместно расстояние тысячи километров может каким-то образом удивительно. Но в науке пока непонятно понять, где же находится ее супруга и найти ее.